Итак, в этом видео мы рассмотрим новые игровые механики, которые появляются вместе с дополнением ужас Кингспорта. Для начала давайте рассмотрим поле Кингспорта. Как мы видим, на этом поле есть два иных мира. Это у нас Загробный мир и Неизвестный Канад. Далее у нас есть наибольшее количество локаций, чем в любом другом большом дополнении. У нас их аж 16, из которых есть три локации, у которых нет никакого района. Они просто существуют отдельно от остальных локаций. Здесь у нас тоже есть локации со специальными способностями, такие как, например, магазин интересностей Нейла. Только вместо обычного магазина интересностей мы можем здесь продать свои вещи, причем мы проходим проверку воли с модификатором минус один. Если нам выпадает успех, мы продаем их по номинальной цене. Если нам не выпадает успех, мы продаем по цене, разделенной на два с округлением вверх. То есть, если вещь стоит 3 доллара, мы продаем ее за 2. Если она стоит 4, то тоже за 2 доллара. И также у нас есть две локации, у которых вроде бы есть специальные способности, но на самом деле эти способности никак не действуют на происшествия в этих локациях. Это у нас дорога и беспроводная станция. То есть, побережье и беспроводная станция. Что же значат эти пояснения возле них? Они означают, что несмотря сколько бы у вас пунктов движения не было, если вы заходите в эту локацию, вы должны остановиться и, соответственно, пройти здесь, с вами должно произойти какое-то происшествие. То есть, чтобы добраться до финальной локации, блестящий, блестящий высокий дом в тумане, мы должны потратить на это раз, два, три хода. Причем три хода подряд. Причем два хода подряд, потому что здесь можем дойти за несколько пунктов движения. Причем два хода подряд мы будем проходить всего лишь по одному. Всего лишь по одному. Как же это называется? Всего лишь по одной локации. Но зато, если мы доходим до блестящего высокого дома в тумане, мы можем потратить десять трофеев монстров, десять капель крови монстров, или два трофея врат, или пять капель крови монстров, и один трофей врат на то, чтобы получить карту измененной. Карту измененной мы рассмотрим, когда я буду вам объяснять, особенности специальных карт из дополнения ужаса Кингспорта. Также можно получить особые карты на северном маяке. Здесь мы получаем карту белого корабля. За такую же цену. Десять капель монстров, десять капель крови, пять капель крови, один портал, либо два портала. И так как у нас осталось всего лишь две локации с особенными способностями, давайте рассмотрим и их. Таверна. Мы можем потратить один доллар, чтобы найти карты еды, или карты виски в колоде обычных вещей. По-моему, так себе способность, но всё-таки может быть иногда понадобится. Далее у нас также есть больничка. Правда, эта больничка у нас не бесплатная, как в основной игре. И она не такая универсальная, как одна локация из дополнения ужаса Данвича. Как же её перевести-то? А, местная больница. Вот. Местная больница. Мы можем потратить один доллар, чтобы восстановить одну единицу рассудка и одну единицу здоровья. Ну, если вы находитесь в Кингспорте, и как-то у вас нет возможности куда-то торопиться, у вас нет возможности срочно вернуться в Архам, то, может быть, стоит. И, кстати, когда мы приезжаем из Архама в Кингспорт, мы не приезжаем в локацию, как в ужасе Данвича, мы приезжаем на улице Центрального холма. Мы оказываемся здесь, и потом уже продолжаем движение по обычным правилам. Далее вы могли заметить, что вот у нас тут есть три таких особых больших жетона и 12 маленьких жетонов. Три особых жетона. Что они означают? Это жетоны разломов. Как активируется разлом? Разломы активируются следующим образом. У нас есть 12 жетонов. Вот они, 12 жетонов. Так, а эти жетончики как называются, я уже и забыл. Секундочку. А, стой, 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 стой. Нашел, как называются эти жетончики. Жетончики – это жетоны прогресса, прогресса, продвижения, нет, прогресса, разломов. Каждый раз, когда нам попадается карта, мифа, которая указывает движение монстров, например, полумесяцев по белой стрелочке и плюсиков по черной стрелочке, мы вытягиваем наугад один из этих 12 жетонов прогресса. Вытягиваем, смотрим. Вот у нас есть одна из 12 локаций. Одна из 12 локаций Кингспорта. Так, какая же это у нас локация? Ага, это у нас школа. Это у нас школа. И что означает то, что здесь у нас находится жетон прогресса со знаком школа? Это значит, что если мы придем в школу и проведем здесь контакт, мы сможем убрать этот жетончик прогресса обратно в стопку жетонов прогресса. Если у нас уже есть два жетона прогресса, даже если впоследствии нам попадаются еще плюсики и полумесяцы, то мы в любом случае то мы в любом случае будем то мы не будем уже добавлять новых жетонов прогресса в эту зону, так как у нас уже оба жетона заполнены. Если так случается, что у нас заполняются жетончиками все отметки прогресса возле одного жетона разломов, то этот разлом появляется в появляется в той же локации, в которой появляется или появился бы портал. Даже если эта локация запечатана. Ну, у нас нету нестабильных локаций в Кингспорте, поэтому давайте поставим его на какую-нибудь стабильную локацию. Вот сюда скажем. И когда нам выпадет движение шестиугольников, ой, нет шестиугольников, звездочек, шестиконечных звездочек по белой либо по черной стрелке, он, как обычный монстр, выйдет на улицу. И далее он будет передвигаться, как обычный как обычный монстр со звездочкой. Но вы можете заметить, что у каждого из жетонов разломов есть, кроме того, что у них есть символ шестиконечная звезда, полумесяц либо круг, у них также есть и цвет, черный или белый. Если, конечно, черный и белый, можно считать цветами. У них также есть и определенный цвет. Что он означает? Означает. Он означает, что, например, когда полумесяц движется по черным стрелочкам, кроме того, что он движется, он также добавляет один жетон безысходности на трек, один жетон рока на трек безысходности древнего. Кроме того, каждый раз, когда жетон двигается, он оставляет в локации, в которой жетон разлома движется, он оставляет разлом. То есть, каждый раз, когда разлом движется, он оставляет в локации, в которой начинает движение, монстра. И эти монстры также подвержены лимиту монстров из Аркхема. И это всё, что я хотел вам рассказать о новых механиках из дополнения Ужас Кингспорта. Спасибо за внимание.